В отличие от своих собратьев, этому дрону предстоит не свадьбы снимать, а поднимать сельское хозяйство. Опрыскивать поля, заменяя привычную наземную технику. Это существенная экономия на машине, горючим. В конце концов, дрон не оставляет после себя колею на поле. Если мы говорим про качество и эффективность обработки, то здесь она также возрастает. Когда мы работаем классическим опрыскивателем, мы просто как бы лейко немножко сверху раствор вылили. А если вредитель спрятался под лист, ну, к сожалению, на него там меньше подействовало. Здесь вероятность того, что на него попадет вещество гораздо больше. На то, чтобы внедрить в хозяйстве агродрон, нужна смелость, говорят эксперты. Пока многие присматриваются к новой технологии, просчитывая выгоду. Поделиться своим опытом, продемонстрировать модели беспилотников смогли в Барнауле на первом в крае авиасалоне агродронов. Его цель – объединить на одной площадке аграриев, дилеров, организации, которые готовят операторов и не только. На протяжении трех последних лет в Алтайском крае появилось более десятка фермерских хозяйств, которые такую технику активно используют, либо нанимают услуги с обработкой своих полей. Накопился определенный практический опыт и самое главное, что накопилась уже информация, позволяющая сравнивать эффективность применения беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве. Но накопилось и множество вопросов. Ведь сегодня агродрон приравнен к авиации. Это накладывает огромную правовую ответственность как на самих аграриев, так и на дилеров, которые теперь обязаны найти баланс между экономикой и безопасностью. Нюансов много. Даже не все агрохимикаты могут распыляться с помощью беспилотников. Большое внимание к регистрации аппарата и разрешения на каждый полет от Росавиации. Всех очень сильно беспокоит вопрос процедуры регистрации агродронов, потому что она не адаптирована, скажем так, к имеющим сериалям. Многие просто не могут ее пройти, даже являясь допропорядочными приобретательными владельцами этих аппаратов. Здесь нужно, конечно, чтобы Министерство транспорта обратило на это внимание и каким-то образом посодействовать решению этой проблемы. Уже сегодня все эти вопросы прорабатываются. Алтайский край вошел в число 12 регионов, в которых ввели экспериментальный правовой режим для полетов беспилотников. То есть во всех 12 субъектах сейчас будет формироваться нормативная база. И пока это происходит, в Алтайском крае будут действовать послабления, которые упрощают процедуру аттестации агродрона, допуска оператора и не только. На сегодня, учитывая, какие там складываются сложности с эксплуатацией вообще любых беспилотников в южных регионах, приграничных, я бы сказал, что Алтайский край, ну это будет, наверное, центром внимания всех, кто хочет работать в этой сфере. Эксперты уверены, сегодня Алтайский край является пионером в освоении агродронов в сельском хозяйстве, а значит завтра регион сможет успешно внедрять дроны и в другие сферы экономики. Фактически мы на практике проверяем законодательства и регламенты в различных сферах применения беспилотников. Можно сказать, что наш край помогает дорабатывать правовые аспекты в режиме реального времени. В ближайшие годы беспилотники точно не заменят всю сельхозтехнику. Да это и не требуется, а лишь станут достойными помощниками, которые будут работать уже не просто в поле, а в правовом поле. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.